Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок Евразия Автоплюс. Сеть магазинов Евразия Автоплюс. Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. На улице Романа Ердякова камера зафиксировала, как водитель Калины врезался в бетонный столб. Об этом в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На улице Романа Ердякова водитель Калины стал жертвой маневра шофера на эвакуаторе. На повторе видно, что автокран выезжал задним ходом с авторостепенной дороги. В кузове у него были трехметровые бетонные столбы. Длинномерный груз ничем не был обозначен. Возможно, поэтому водитель Калины не успел среагировать. На улице Некрасова дети побежали под колеса машины с камерой. Позднее всех побежал маленький мальчик с велосипедом. Подросток не посмотрел по сторонам и побежал следом за своими друзьями. Автор видео вовремя заметил его, и трагедии удалось избежать. На перекрестке улиц Казанская и Профсоюзная автоледи на иномарке сбила велосипедиста. После ДТП сбитый велосипедист пошел разбираться с обидчицей. Скорее всего, вызывать полицейских участники аварии не стали. В сводках дорожных происшествий с пострадавшими за 25 июня это ДТП не зарегистрировано. На улице потребка операции. Автолюбитель возмутился наглому поведению водителя красной малолитражки ДЭУ. Тот с отборной бронью прорывался на занятый ряд. Автор видео решил последовать правилу 3D и пропустил ДЭУ, иначе красный коротыш мог бы спровоцировать аварию. В районе нового моста возле Гнусина один из двух юных пешеходов похулиганил. По словам автора видео, после удара на лобовом стекле авто остались трещины и сколы. Сергей Пичугин, место происшествия. У дома 94 по улице Воровского автолюбитель почувствовал сильный удар в заднюю часть авто, и водитель и пассажир были в шоке. Как видно, на автомобилях повредились бамперы. Оформлять ДТП участники аварии не стали. На дороге Кирово-Чепецк-Зуевка очевидец возмутился технологией ремонта дорог. Асфальт укладывали прямо в лужи. На Победиловском тракте очевидцы с дороги наблюдали за стадом кабанов. Зрелище больше всех понравилось юному пассажиру. Правда, он сначала подумал, что это собаки. Сергей Пичугин, место происшествия.